То, что сегодня происходит, то, что сегодня происходит на Украине, это ни в какие рамки не укладывается. Объясни почему. Вот то, что вы говорите, во Львове был конференц, возможно, возможно, во Львове был, вернее, есть такая общественная организация, как «Свобода». Они против русских, вплоть до того, что уничтожит русские народы. Они тоже русские. Вот это уже большой вопрос. Это большой вопрос. Если они себя называют славянами, но славянские – это братья. Белорусы тоже славяны. Но почему-то белорусы так не поступают. Но, я же говорю, история, которая написана до 1991 года, это нормальная история, которой мы учились, нас учили. Эта история, она создана, написана на предмет уважения всех народов и наций друг друга. Но после 1991 года, когда началась, после распада Великой Империи, это я Советский Союз имею в виду, каждый историк под себе начал подгонять историю своей республики, своей страны. А последствия мы видим. Ну, давайте посмотреть, понимаете, вот Карабахские события. События Ферганы, Абхазия, Молдовия. Но ведь это все началось после 1991 года. Ну, а почему до 1991 года эти вопросы не возникали? Потому что государство решало все вопросы своевременно. Беда Украины в том, что за это время не было нормального руководителя. Это раз. Второе. Олигархи начали свою игру играть на уровне государства. Вели Запад против Востока, Восток против Запада. Вот это сплоды, которые мы сегодня пожинаем. Это два. Третье. Влияние Европы. Влияние Сороса. Влияние. Вот Сорос есть такой американский. В свое время работал в Совете Безопасности Америки. И... Спонсор революции. Да. Спонсор... Ну, его называют спонсором Северной революции. И есть такой еще Безжинский. Тоже. Ну, я же и говорю. Вот. Перед этим я сказал. Говорит Бог двум нацам дал все. Это мусульманы и славян. Ну, мусульманы, понятно. Они свою... До сих пор войну. Они чужими руками друг с другом воюют. И вот эту игру Сороса с Безжинским начали в Украине. На примере между Украиной и Россией. В 2014 году выяснилось, что до этого, до 2014 года, оказывается, Безжинский и организация Сороса в Украину вложили 25 миллиардов долларов только для того, чтобы воспитать новую молодежь против России. А если это так, значит, народ Украины, молодежь Украины сегодня отрабатывает эти деньги. Хозяин дал. Хозяин дал. Сейчас хозяин требует. Точно так же. НАТО воюет сегодня с Украиной руками украинца. А что можно тут еще сказать? Но, опять же говорю, они хотят что, побеждать ядерную державу? Да, это абсурд. Тот, который это хочет, те, которые этого хотят, или у них мозги высохли, или они... Вы знаете, сегодня, вчера выяснилось, одно интересный факт. У руководителей Европы и те, которые были уже в отставке за это последние, скажем, 15-20 лет, и те, которые сегодня у руля, оказывается, у них даже своих детей нет. Понимаете, о чем здесь идет? Если в семье нет ребенка, эта семья на завтрашний день никогда не будет смотреть с уверенностью. И им завтрашний день не нужен, они живут только одним днем. Точно так же сегодняшняя Европа. Если у руководителей нету... Ну, зачем эта Европа ему нужна, если у него нету своих детей? Зачем эта страна ему нужна, если у него нету своих детей? Он свою худо-бедно поживет. У этого руководителя нету своей страны. Будет ему плохо жить тут, в одной стране, он уедет в другую страну. А народ... Кто думает о народе? Да никто. Про войну что можете сказать? Сейчас военное положение. По всем прогнозам, войну нельзя закончить за год. Она не закончится и за два. Это лично говорит свое мнение. Если действительно причина, которой руководители говорят, что они начали эту специальную военную операцию, это демилитаризация и денационализация. Да? Ну, хорошо. Через одного украинца въезд оружия. Начиная с 2014 года, у них это оружие больше, чем надо. Национализм, оно уже в крови ихней. Для того, чтобы его убрать и стерзать, нужно годы. Нужно воспитать новые поколения. Даже если через три года начнется война. Еще может быть. Начнется другая война. Это партизанская. У русского народа есть такой чертой характер. За 45 лет, которые я нахожусь тут, среди них, среди Славян я живу. Но они быстро верят. Вот они поверили в конце марта, когда истамбульские переговоры прошли успешно, как было сказано, на уровне МИДа России. Вот. И они взяли, вывели войска. Это была грубейшая ошибка. Это была грубее. Они сейчас потом это поняли, они это уже поняли, что не надо было это делать. Но, тем не менее, вот после этого переговорного процесса Киев показал свою недееспособность по переговорному процессу. То есть, им сказали, пацан, парни, вы никто. И воззовут вас никак. Когда мы вам дадим отмашку, тогда вы можете сказать, да, сегодня нет. Ну, раз уж русские ушли, все. Это была ошибка. Ну, скажем так, в этой партии Киев выиграл. Но больше уже не выиграет они. Наша армия уже 7-8 месяцев будет воюет в Бахмуте. Почему мы не можем взять Бахмута? Ну, а вы думаете, что за 10 лет они сидели сложа руки? Тут построено хорошее инженерное сооружение. Это не просто так. Вот говорят, да, Маренька, от начала до конца 3 километра. А вот за это на, это самое, по периметру это 3 километров, посмотри, что построено. Это с военной точки зрения. Вы думаете, каждый опорный пункт, который берется, это просто так берется? Нет. Точно так же Бахмут, точно так же будет Славянск, точно так же будет Краматорск, точно так же будет Рыжковка. Это все будет. Будет тяжело. Но мы пойдем в период. Что-то разница есть, но спецоперация или война? Есть. Специальная военная операция, это с сохранением, скажем так, государственной инфраструктуры. А когда идет полноценная война, это не сохраняется. Вот в чем дело. Вот полноценная война, вот посмотрите на примере Сирии. Разрушили все и все. Разрушили все и все. В Багдаде Америка обычно так делает. О, Америка, когда, понимаете, отработала артиллерия, и потом зашли просто делая чистки. А эти ребята не так немножко поступают. Эти немножко не так. Сейчас вы пример покажете Мариуполь. Ну, Мариуполь это особый случай. Но, тем не менее, сделали, но сейчас строят. Очень страшно. И построят. Очень красивый город. Даже красивее будет, чем который была. Вот это пример того, что они пришли сюда не только разрушить, но и строить. Да, когда-то, понимаете, всякие войны заканчиваются всегда мирными договорами, мирными переговорами, взаимными согласиями. Это все закончится когда-то. Но для того, чтобы не повторялось, давайте закончим этот разговор. Для того, чтобы, я говорю лично сугубо свое мнение, для того, чтобы это больше не повторялось, на фоне сегодняшних событий, на фоне подрастающего поколения, нужно построить новую Украину. Совершенно новую Украину. Дело не в том, чтобы они были лояльны русскому царю. Нет. Нет. У России и без Украины своих проблем хватает. Поверьте, это так. Вы думаете, что эта территория ему нужна была? Это абсурд. Я все так думаю. Да, абсурд это. Это, понимаете, когда говорят безвыходные положения. Ему не оставили другого выхода, он пошел на этот шаг. Ему не было другого выхода. Точно так же я бы поступил, вы бы поступили, когда истребляет целый народ. А для того, чтобы Украина имела свою государственность, имела свой суверенитет, нужно воспитывать патриотизм своей страны, патриотической силой своей страны. Чтобы любили свою страну, чтобы любили свою суверенитет, любили свои деньги, любили свой народ, любили свое производство, а не от кого-то ждать, чего-то. Чего? Когда придут, скажут, умри? Или когда придут, скажут, ну ты еще хороший, покажи мне. Вот сегодня с Украиной происходит именно вот такая картина. Ну давайте, покажите мне пример. Если мы говорим, понимаете, с Бонапартом, так война была на территории России. Монголы пришли опять же на территорию России. Шведы опять пришли на территорию России. Германское фашистство. Ну это вообще понятно тут, понимаете, половина страны была в руинах. Так дайте мне ответ тогда, чтобы я знал, о чем речь. Но если в 8 лет, я не буду говорить все остальные, если в 8 лет президент Российской Федерации говорит, что Донбасс должен находиться в составе Украины. Вы меня слышите или нет? Донбасс должен находиться на территории, в составе Украины. Почему? Почему его никто не выслушал? Вот дайте нам Крым. Да вы сначала решаете вопрос с Донбассом, а потом решаете с Крымом. То есть вы это не можете решать и это не можете решать. А потом вы еще пришли с оружием и начали истреблять, убивать народ. Да кто это потерпит? Да никто. Ну как думаете, на будущее Украине как будет? Я только сказал, для того, чтобы было все нормально, нужно создать новую Украину. А новая Украина это новое поколение. Кто должен создать? С вами украинцы. Никто со стороны, никто не придет, не создаст. Ну простые люди боятся, да? Ну понимаете, это все добро... Кто убивает? Это все до поры на время. Всех не убьют. Всех не убьют, это точно. И так умирать. И так убивают. Всех не убивают. Да, пора уже. Я говорю свое личное мнение, пора. Пора уже навести порядок у себя в стране. Кроме украинцев это никто не решит. Спасение утопающих, дело род самих утопающих. Наверное, у вас друзья есть, которые в Харкове живут. И в Харкове, и в Киеве, и во Львове. Что может сказать ему? Во Львове, которые когда живут, я уже им сказал. Вот отринать. Когда жареный петух клюнуло, он знает, о чем я говорю. Если увидит когда-то Ваня Волошин. Повторите, пожалуйста. Вот жареный петух, если когда понимаете, клюет в одном месте. Закарпатский случай, когда у меня однокашник позвонил. Вот, Рамазан, что у вас там случилось? Вот мы вас понимаем. Ирвания, мне надо нас понять. Вот то, что у вас там происходит, наведите у себя порядок. Да, вот, понимаете, у нас тоже начинается. Ну, там быстро. Там недели, там 10 дней было. Это, или вот, допустим, ребята из Донецка ушли в Киев. Вот мы когда-то вернемся с украинским флагом. Ну, может быть. Но ближайшей перспективы его нету. И не будет. И тем более сейчас, понимаете, тут уже флаг Российской Федерации. Вы думаете, что он назад их отдаст? Да, увы, нет. Ну, Данчаны с кем хочет жить? Ну, конечно. С Россиями, с Украинами. Если бы они хотели бы жить с Украиной, они бы жили с Украиной. Но сегодня, у вас сегодняшний девиз такой, мы вместе с Россией. Других комментариев тут не нужны. Я ответил на ваш вопрос. Хорошо. Да, есть среди. Есть. Семья без уродов не бывает. Есть люди, которые ждут. Ну, будут ждут. Сколько надо ждать? Ну, это им виднее. Знаешь, тоже, друзья, если вы сами знаете. Вот поэтому. На Убеже находится. Господи. Они тоже смотрят сейчас. Еще раз повторяю, для того, чтобы все это наладилось, нужно создать новую Украину. Ну, нужно построить новую Украину. Украинский народ тоже. А это будет решать только украинский народ. Будет строить только украинский народ. Еще раз повторяю, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Захотят жить в мире согласия. Опять же, это они будут решать. Захотят – дальше враждовать. Но это им не в пользу. Поверьте, это правда. С гегемоном воевать бесполезно. И победить ядерную державу, но в истории я такого не припоминаю. И ближайшие я такого не вижу. Либо, ладно, не будем говорить о плохом, будем надеяться, что, понимаете… Все будет хорошо. Образумится все. И мир восторжествует. Вот и все. Спасибо огромное. Пожалуйста.